Ревзин Григорий Когда речь идет о личной свободе, вот прям совсем личной, то это семейные какие-то дела, да, когда про детство речь идет, и тут свобода как-то сильно связана с, ну, это не политическая свобода, да, это с любовью связано. И когда родители тебя любят, они тебя и делают не свободным. Тут, ну, вообще ведь желание свободы, ну, человек как, не знаю, там, животное, он хочет, ну, полной свободы для себя, и совсем не свободы для других, то есть свобода это отношения, да, то есть вернее даже разорванные отношения. Я хочу, чтобы все от меня зависели, а я не зависел ни от кого. Это просто свойство животного. Дальше уже невозможно с этим как-то, ну, жить, и надо как-то это отрегулировать. Ну, первичное чувство такое же. Естественно, когда там, ну, моя мама очень... Мне рано умер отец, и он как-то не участвовал, по крайней мере, в ограничении моей свободы. Мама очень активно участвует, я думаю, там, с того момента, как я себя помню, все, и участвовал. И преодоление этой несвободы, это вообще довольно тяжелый сюжет, и для меня он там связан с какими-то, ну, довольно долгими обстоятельствами. Я думаю, что я его в очень зревом возрасте преодолел. Как бы получить свободу от любимого человека, это занятие. Мало того, когда же, когда вы влюбляетесь и расстаетесь, вы все время воспроизводите этот идиотский опыт, когда вы хотите быть одновременно и свободным, и чтобы человек от вас был несвободным. Вы можете вспомнить возраст? Ну, четыре года. Четыре года? Да. Трудно ответить на этот вопрос. В принципе, понимаете, существует, вот вы когда так спрашиваете, существует такой, ну, некий миф отождествления. Есть политическая свобода, ну, или, скажем, просто кодифицированная свобода, политическая, экономическая еще, может быть. И есть свобода вот та, которая только что говорила, о личной свободе, о свободе человеческого существа. В смысле политических свобод, это вопрос, мне вообще кажется, что такое отождествление, оно, ну, оно очень полезно для продвижения ценностей свободы, но в корне, конечно, совершенно неправильно, потому что политическая свобода – это инструмент. Инструмент развития общества, инструмент взаимодействия в обществе. Ну, это что-то вроде почты, то есть, как бы, ну, люди придумали, вот, как бы, некоторую кодификацию поведения, назвали ее «свобода». Поскольку мы ее отождествляем с вот этим самым первичным личным ощущением, да, то мы за нее страшно хотим бороться, да. Но, вообще-то, это разные вещи совсем. И, понимаете, там, ну, я не знаю, там, мне по всему моих занятий, там, свобода прессы представляется, ну, там, решающим фактором, просто я иначе не могу жить, да. Ну, жить в качестве журналиста. Но это не значит, что я и вообще не смогу жить без свободы прессы, ну, я буду писать романы или, там, книжки, да. И я все-таки довольно долго живу в советское время, и ее не было, и я не ощущал это как проблему. Ну, вот такую, ради которой имелось бы смысл бунтовать. Да, да. Передвигаться, то есть, вот эти вот свободы человеческого существа, да. Тут, конечно, люди сбунтуются. Ну, ну, и я сбунтуюсь. Ну, что такое бунт в экстенциальном смысле? Ну, я сбунтуюсь в смысле, там, не знаю, все чашки перебью, там, порву фотки, не знаю, ну, как, вот, перейду в ту форму поведения, которая, ну, разрушает мир, да, в котором я существую. Совершенно другая история, это я пошел на бульвары, или, там, на демонстрацию, ну, или даже пошел как-то на Триумфальную площадь, и как-то меня там побили, и, ну, вот, такого рода бунт, да. Ну, это вообще разные бунты, потому что если дистанциальный бунт, это совсем другое, да, и он, конечно, является реакцией на ограничение свободы, или, наоборот, на проявление свободы. Ну, вот, если вы кого-то любите, там, женщину, да, а она решила, что она абсолютно от вас свободна, ну, в принципе, в этот момент вы можете сбунтоваться, и, там, активно начать ее принуждать к несвободе. Это довольно бессмысленно, но такая животная реакция будет присутствовать. Свобода – это пустота. Пустота, на мой взгляд, лунная по цвету, и, ну, такая хрустальная, ледяная по запаху. С каким человеком? Со мной. С какой страной, или с каким народом? С ограниченными. Ну, это только политические свободы, да. С какой эпохой исторической? Вы знаете, вот, были моменты, в которые вот этот вот дистанциальный выбор свободы и политические свободы совпадали действительно, ну, с точки зрения логики жизни, да. И это высшие проявления вот этой борьбы за свободу. Для меня такая эпоха является эпохой между двумя мировыми войнами, когда у вас имеется фашизм и коммуниум, с одной стороны, и, с другой стороны, ну, вот, борьба с этой несвободой. Вот здесь момент экзистенциальный действительно присутствует. И для меня это и Британия, естественно, и Черчилль, и Испания, и вот война в Испании. Ну, очень сложная ситуация во Франции, но, тем не менее, и Франция, поскольку во Франции это переведено в сферу культуры. То есть, к этой теме еще добавился и авангард, и сюрреализм, и соответствующая литература. Вот, вот, это для меня такой главный этап борьбы за свободу, ну, который разрешается мировой войной второй. Ну, когда мы говорим, что у нас отсутствует свобода СМИ, то, ну, условно сказать, веком назад нас бы не поняли. Потому что даже, ну, есть свобода слова, есть свобода агитации. Это разные, вообще-то, понятия. И когда мы говорим, что нет, у нас нет свободы СМИ, у нас нет свободы агитации в СМИ. То есть, мы не можем развернуть, там, демократическую агитацию через телевидение, да. Но это не значит, что мы ничего не можем высказать. Все, что хочешь, пожалуйста, высказывай. Нам известное право на равенство, да, и мы его всячески, так сказать, пытаемся кодифицировать. Но не менее важным для него является право на первенство. И его нельзя лишать этого права. Ну, у него лишаются всякие мотивации, да. И очень многие люди могут использовать свою свободу, чтобы навязать свое право на первенство. Мы видели, как это происходит. Память в этом смысле довольно страшная. С другой стороны, ну, конечно, сегодняшнее общество очень сильно отличается от того, которое мы имели в 17-м году. Мы не крестьянская и не грамотная страна. У нас образование всеобщее, высшего образования много, городских ценностей полно. Людям есть что терять, они не то, что, как бы, ну, живут там, вот, мешок зерна, это и есть их, собственно, главное имущество на, там, ближайшие три месяца. Не так. Значит, соответственно, такого, такой революции явно у нас, наверное, ну, нельзя себе представить. Это не происходит. Ну, раскол России, развал, да, это совершенно очевидная, возможная вещь, как следствие этой, вот, свободы. Честно сказать, я не считаю, что это, то есть, если это будет, опять, вопрос в качестве этого раскола, да, я, в принципе, не считаю, что сама по себе целая, ну, территориальная целостность страны является такой абсолютной ценностью, ради которой надо жертвовать свободой. Вот здесь я, пожалуй, если бы из этих двух вещей выбирать, я бы выбирал свободу, а не империю. Вот. Ну, вот эта готовность, это вопрос того, эти ценности, которые я сейчас перечислил, они являются консенсусными или нет? Вот, если очень большое количество людей, например, считает, что целостность страны, это колоссальная ценность, да, а я вхожу и говорю, ну, знаете, вообще-то это не самая главная ценность, важно, чтобы человек при этом, ну, вот вы не зажимали людей, которые там не могут жить, вот, в рамках этой самой сложившейся ситуации, им нужна свобода, да. То к чему это реально приведет? Это приведет либо к моему диктату в отношении них, либо их в отношении меня. Ну, вот вопрос в том, что мы должны договориться. Вот. Так что, ну, вот, доросли и не доросли, ну, одновременно и доросли, и не доросли. То есть до того уровня, чтобы введение свобод не содержало в себе никакого риска, мы не доросли. Не уверен я, что есть такая страна, которая доросла. Мы регулярно видим в самых замечательных странах, в той же Британии, в той же Америке, в той же Франции колоссальные бунты, да, где люди, как бы, воспринимают свою свободу как возможность навязывать свою повестку дня совершенно независимо от того, как думают другие. Свобода вообще вещь рискованная. Взвесить эти риски, я не вижу на сегодняшний день убедительной политологической картины, которая бы мне ответила на это. Они все очень ангажированы, и скорее тут так это дали свободного романа. Некоторые говорят, что вот очень убедительно рассказывают о том, как все погибнет, некоторые как все процветет. Надо рисковать. Ну, в позиции человека, который не принимает государственных решений, я скажу, надо рисковать. Я понимаю, что если бы я сидел в позиции противоположной, я бы не рискнул. Должен вам сказать, что это классическая либеральная позиция. Либералы всю жизнь обвиняли в том, что они, несомненно, стремятся к ценностям свободы, но все время боятся их вести слишком быстро. Это, собственно, упрек Черчиллю, например. Уж тем более либералов 18 века. Ну, то есть это прям классическая либеральная позиция. Религия ставит вопрос о свободе только в очень специальном контексте. Это свобода своей судьбы и свобода воли. То есть до какой степени ты можешь вообще совершать действие, которое не предугадано, не предсказано. И если Бог про тебя придумал, зачем ты, то можешь ли ты вообще совершить свободное действие. Ну, это такой философский вопрос. Есть разные способы ответов на него. От фаталистического все предопределено до экстенциального, в смысле классического экстенциализма. То есть Бог умер и теперь, так сказать, делайте что хотите. Вот. Ну, я где-то посередине. Для меня Бог, это скорее, мне близка та точка зрения, которая лучше всего, по-моему, изложена у Томаса Манова, Иосифа и его братьев. Там есть такой момент, что Бог, конечно, придумал ту роль, которая тебе отведена, но Он не знает, как ты ее сыграешь. И сыграешь, если ты ее сыграешь хорошо, ты достаешь ему удовольствие. И себе. И вот роль это же очень общая, это почти как либретто в балете. То есть там, а это романтический герой. А что, как? Ну, что делать-то дальше? А это ты сам танцуешь. Вот. Поэтому для меня отношения с Богом скорее идеологические. Там, ну, правильно, ну, я пытаюсь понять, Он про меня что придумал. И я правильно это как бы понял или неправильно. Тут нет вопроса свободы. Это вопрос понимания и связи. Субтитры сделал DimaTorzok